Уважаемые коллеги, ну, в принципе, задача моей лекции это дать такой очень краткий обзор современных моделей, которые рассматриваются вот в рамках изучения возможных путей биогенеза. Сделать это за одну краткую лекцию, так достаточно исчерпывающим образом, совершенно невозможно. Вот студентам я это рассказываю, две или три лекции обычно. Вот поэтому, прошу прощения за такую вынужденную как бы беглость и вот голоком по европам, что называется. Итак, проблем происхождения жизни. Ну, для начала, может быть, для разминки пару слов о вероятностях. Такие модные сейчас рассуждения, но полезные. Значит, прежде всего нужно иметь в виду, что мы, вот как наше революционно развившееся мышление, оно не приспособлено для работы с очень большими и очень малыми числами. Поэтому мы на интуитивном уровне совершенно не умеем адекватно оценивать вот такие порядки величин. Ну, вот там, для примера приводится такая, например, аналогия, что, скажем, одна авиакатастрофа приходится, ну, не сейчас меньше, но вот раньше была примерно одна авиакатастрофа на миллион часов полета. При этом получалось, что если даже человек летает очень-очень часто, он за жизнь свою налетает не больше пяти тысяч часов, и получается, что вероятность погибнуть в авиакатастрофе примерно одна двухсот у него будет. И такие вероятности на интуитивном уровне я воспринимаю, сколько пренебрежим и маленькие, и поэтому мы летаем и не боимся. А вот если бы продолжительность нашей жизни составляла сто тысяч лет, то тогда получалось бы, что летать самолетами – это гарантированное самоубийство. И летать было бы нельзя, никто бы не летал. Вот такие просто странные парадоксы возникают, если мы задумываемся об очень больших и очень малых числах. Итак, вот сейчас опять-таки модно пытаться оценить на коленке вероятность происхождения жизни во Вселенной, чтобы, например, понять, а сколько может существовать планет, где имеется жизнь. Ну, давайте тоже попробуем этим заняться. Вот вроде бы по современным оценкам нашей галактики, где-то от двух до четырех умножить на десять в одиннадцатой степени, звезд, то есть это несколько сотен миллиардов, и опять-таки по имеющимся оценкам 10-20% из них могут иметь планеты, пригодные для жизни. А во Вселенной, опять-таки, несколько сотен миллиардов галактик, в видимой части Вселенной. Итого получаем где-то 2 на 10-21, пригодных для жизни, ну, потенциально пригодных для жизни планет. А из этого следует, что даже если вероятность зарождения жизни на такой более-менее подходящей планете составляет всего лишь вот такое вот ничтожное малое число, одну стоп-вентильонную, то во Вселенной почти наверняка есть хотя бы одна планета с жизнью. Просто практически наверняка. И в таком случае понятно, что мы как раз на ней и живем. Вот тот факт, что мы как раз именно на ней вот так вот удивительным образом и оказались, он не требует специального объяснения. Это рассуждение называется слабоантропный принцип. Понятно, что если только на одной планете Вселенной жизнь возникла, то это как раз и есть наша родная планета. Мы на ней живем, конечно же. Так вот, в обыденной жизни события с такой низкой вероятностью мы воспринимаем не просто как маловероятно, мы их воспринимаем как абсолютно невозможно. Абсолютно, вообще невозможно. Никогда. На это идти в норму. Однако, в масштабах громадной Вселенной такое событие является практически неизбежным. Вот что происходит, когда мы работаем с очень большими числами, с масштабами нашей наблюдаемой Вселенной. Из этого следует, что для решения проблемы абиогенеза вообще, говоря, достаточно обнаружить даже крайне маловероятный сценарий. Крайне маловероятный путь. Ну, это еще не все. Сейчас активно физики обсуждают, рассматривают различные модели так называемой инфляционной космологии, которые предполагают, я в этом ничего не понимаю, но просто пересказывают то, что говорят физики, что наша Вселенная в первое мгновение после Большого взрыва расширялась очень-очень быстро. В таком случае видимая часть Вселенной это на самом деле не все мироздание, а лишь крошечный такой ничтожный маленький кузырек в гигантском мироздании. И таких Вселенных, как наша, существует еще бесчисленное множество. И там уже идут оценочные количества пригодных потенциально для жизни планет, уже идут совершенно астрономические числа, вплоть до 10-ти, в какой-то там 10-ти триллионный. И в таком случае, если вот это верно, в таком случае вообще могла бы быть ситуация, что разумные существа, существующие на какой-то планете, могли бы видеть историю жизни на своей планете, ну, если бы они могли ее в точности реконструировать, эта история могла бы выглядеть как цепочка совершенно необъяснимых чудес, каких-то абсолютно невероятных совпадений. И даже это не противоречило бы теории биогенеза самозарождения жертв. Ну, это была такая разминка, так сказать, для восприятия. Так, почему-то, почему-то на меня не скажут. Куда-то направлять надо? Следующий слайд. А, причем, ну, здесь на экране перелеснулся. Ну вот, ну и по мере развития модели биогенеза общее впечатление такое, что, ну, по мере того, как многие белые пятна закрываются, и многие этапы этого процесса становятся более понятными, соответственно, увеличиваются и вероятностные оценки всех этих событий. И движение в этом направлении фактически, ну, ведет к тому, что мы постепенно повышаем вероятность встречи с внеземной жизнью во Вселенной где-нибудь. То есть то, что биогенез принципиально возможен, это уже более-менее ясно на сегодняшний момент. Развивая эти модели, мы, можно сказать, работаем на зеленых человечках. Значит, сейчас рассматривается несколько моделей абиогенеза, достаточно детально разработанных. Они не во всем совпадают, ну, понятно, поскольку это разные модели, они различаются во многих деталях. Хотя я считаю, что на нынешнем этапе непродуктивно устраивать какие-то конфронтации, какие-то бурные споры, какая из моделей правильная, какая неправильная, а лучше, наверное, пытаться найти в каждой модели какие-то ценные идеи, факты и пытаться их как-то объединять. Ну, вот, более-менее такая самая обсуждаемая сейчас цепочка событий, по-видимому, выглядит следующим образом. Значит, первый этап – это абиогенный синтез простых органических соединений. И здесь достигнуты большие успехи, практически тут каких-то проблем уже не видно. Но об этом поподробнее я сейчас скажу. Следующий этап – это абиогенный, опять-таки, синтез более сложных органических соединений, как бы кирпичиков в будущей жизни. Ну, пример таких, как рибонуклеатид. Здесь еще много проблем, но они быстро решаются, и основные, пожалуй, можно сказать, что уже проблемы фундаментальные решены. Вот следующий этап – это, по-видимому, появление первых репликаторов, то есть объектов, способных к дарвиновской эволюции, объектов, обладающих способностью к размножению и наследственной изменчивости. Вот что это были за первые репликаторы, на каком этапе они появляются, что они из себя представляли – это, конечно, вопрос очень интересный, дискуссионный. Тут много будет зависеть от того, какое решение будет найдено для этой проблемы. И здесь тоже идет быстрый прогресс в этой улице. Ну, а после того, как появляются репликаторы, после этого все, на самом деле, становится уже сразу гораздо проще, потому что начинает работать дарвиновский эволюционный механизм. А в могуществе этого механизма биологи имели много возможностей убедиться. То есть как только начинает работать нормальный дарвиновский эволюционный механизм, основанный на наследственной изменчивости и отборе, уже дальнейшее развитие, самоорганизация в жизни, дивергенция, развитие адаптации, совершенствование всех систем организма уже пойдет само. И, по-видимому, уже после появления первых репликаторов, на ранних этапах эволюции жизни, уже до аргеновской эволюции, возникают такие вещи, как белковый синтез, включая установление генетического кода, механизма трансляции. Затем, по-видимому, после этого появляется ДНК, приноситель генетической информации. В какой-то момент появляются лепидные мембраны и первые клетки. Вот момент этого события в разных моделях, он сильно плавает. От очень раннего до очень позднего. Ну и, наконец, появляется такое реконструируемое на основе сравнительной геномики существо, которое называют Лукой, последний универсальный общий предок всего живого, который, по-видимому, действительно существовал и представлял из себя нечто такое вроде сообщества, приморожного сообщества неких очень примитивных клеток, которые еще, скорее всего, немного отличались от привычных нам прокариотических клеток, были более примитивными. Ну, здесь, в соответствии с этим сценарием, показано примерное место Луки на древе жизни. Значит, здесь это дерево крайне упрощено, потому что оно не показывает такие фундаментально важные процессы, как горизонтальный обмен генами, межорганизмная рекомбинация и симбиогенез, которые играли, несомненно, важнейшую роль с самого начала. Значит, два важнейших здесь вот рубежа. Первый, самый главный рубеж, это, собственно, появление репликаторов из старт-дорывинской эволюции. Что было между началом абиогенного синтеза органики и появлением этого первого репликатора? Это большой интересный вопрос, который активно исследуется. Затем, после того, как появляются репликаторы, вот некие были этапы развития жизни, говорят о очень раннем появлении вирусов, а модели, связывающие ранний этап эволюции жизни с микрополостями минералов в районах гидротермальных источников. Реконструируется мир РНК, где репозимы, молекулы РНК с каталитическим свойством выполняли многие из тех функций, которые сегодня выполняют белковые ферменты. Дальше уже позже где-то возникает белковый синтез, генетический код, механизм трансляции. Еще позже носитель информации берет на себя ДНК и где-то может быть даже до этого события еще существовал последний остальной общий предок, потомки которого разделились на две великие ветви, соответственно, бактерии и археи. Два слова в виде исторической справки, наверное, нужно сказать об истории вопроса. Значит, для... Надо сказать, что лет 200 назад и вообще всю предшествующую историю проблем происхождения жизни как бы она не стояла перед человечеством, потому что Господство было убеждение, что жизнь самозарождается очень легко, из неживой материи, сплошь и рядом. А так думал Аристотель, он вывел это логически из известных ему фактов. И так думали в средние века, что жизнь просто самозарождается. Таково свойство материи. Начало конца этой теории было положено опытом Франческо Рэдди, итальянского естествоиспытателя, который провел гениальный эксперимент, который состоял в том, что он банку с мясом закрыл тряпочкой, чтобы мухи на него не садились, и показал, что в этом случае мухи не самозарождаются в тухлом мясе. Тем самым теория самозарождения была подставлена под большое сомнение. Но оставались еще микроорганизмы, которые даже по тряпочке все-таки самозарождались. И развенчать идею самозарождения микроорганизмов удалось только в конце XVIII и дальше в XIX веке. Прежде всего, трудами итальянского естествоиспытателя с полонцами было показано, что микробы не самозарождаются в органическом веществе, если питательную среду прокипятить и закупорить тщательно. На основании этого открытия были изобретены консервы, что в то время было очень актуально в связи с началом наполеоновских войн, и Наполеон выделил очень большой грант на изобретение способа хранения продуктов в течение длительного времени для военных походов. Вот как раз и были изобретены консервы. Очень удачно. И заодно провернута теория самозарождения. Но какие-то последние сомнения еще оставались, потому что предполагалось, что существует некая витальная сила, некая жизненная сила, которая рассеяна в воздухе и когда мы закупориваем питательный бульон, мы предотвращаем доступ к этой жизненной силе. И знаменитый опыт Пастера положил конец и этим предположениям, поскольку этот опыт знаменитый показал, что микроорганизмы зарождаются в питательной среде все же от чего-то материального и весомого, от чего-то такого, что оседает на изгибе степлянной трубки. То есть, очевидно, скорее всего, от других микробов просто-напросто. Вот. И после того, как Пастер окончательно опроверг идею спонтанного самозарождения жизни, на первом этапе все дивиденды от этого открытия получила не столько наука, не столько естественной науки, сколько религия. Потому что, если жизнь не может самозарождаться, вот доказано, что не может, то откуда же тогда взялась жизнь? Ну, ясное дело, она сотворена высшей силой. Ученые, естествоиспытатели, конечно, интуитивно чувствовали, что это нехорошо, что вот объяснять какие-то природные явления с привлечением, значит, привлекать чудеса, творимые какой-то высшей силой для объяснения природных явлений, это, ну, как-то вот ненаучно, нехорошо. Надо попробовать найти все-таки материалистический способ объяснения этой ситуации. Но, и вот, собственно, с этого момента начинается развитие теории обиогенеза современной. Но, на первых порах казалось, что шансов совсем мало, потому что, в частности, даже многие считали, что между неорганической и органической материи существует некая непреодолимая игра. Вот есть органические вещества, которые производятся только живыми существами. И это принципиально что-то другое в сравнении с неорганическими веществами. И вот, наверное, с доказательства того, что этой грани не существует, начинается вот такое триумфальное восхождение теории обиогенеза, которая продолжается по сей день. Тут главная как раз тенденция. У нас есть предположение об обиогенезе, из него вытекают определенные проверяемые следствия, и наука постепенно эти проверяемые следствия проверяет, и предсказания теории подтверждаются. Вот, соответственно, первое предсказание, если жизнь все-таки возникла сама, без чуда, без чудесного сотворения высшей силы, то тогда между неорганическими и органическими химическими веществами непреодолимой грани быть не должно. И это подтвердилось уже в XIX веке рядом открытие в области органического синтеза. Ну, теперь уместно пару слов сказать о основных этапах вообще развития нашей Вселенной, как она представляется по современным моделям. Астрофизическим, так сказать. Значит, около 14 миллиардов лет назад произошло некое событие под названием Большой Взрыв, с которого начинается собственно история нашей Вселенной. И первое время во Вселенной не было вообще никаких даже атомов. Через 400 тысяч лет после Большого Взрыва Вселенная остывает достаточно, чтобы не начали формироваться атомы. Формируются только первые два элемента периодической системы водорода гелия, чуть-чуть лития, по-видимому, а после этого Вселенная остывает уже настолько, что этот ядерный синтез прекращается, и более тяжелых элементов не существовало еще очень долго. Затем возникают галактики, зажигаются звезды первого поколения, и уже в недрах звезд происходит синтез более тяжелых элементов, в том числе и тех, которые необходимы для жизни. Затем самые крупные звезды исчерпав запасы своего топлива, взрываются, происходят взрывы сверхновых, которые рассеивают тяжелые элементы, синтезированные в недрах звезд, рассеивают в пространстве. И уже с использованием этого материала скапливается новое, там газопылевые облака возникают звезды второго поколения, уже содержащие тяжелые элементы. И вот среди таких звезд наше Солнце, которое около 4,6 миллиарда лет назад сформировалось вместе с вращающимся вокруг него облаком достаточно какого-то материала, где имелись уже такие элементы, как углерод, азот, кислород, то, что нужно для жизни. И вот, по-видимому, синтез первых органических соединений начинается в нашей Вселенной вот в таких протопланетных облаках от звезд второго поколения. Так, ну вот это слайд, который я украл из презентации Михаила Никитина, который будет после меня читать лекцию про фотосинтез, он просто показывает, что жизнь, наша земная жизнь основана не на каких-то экзотических химических элементах, а на самых обычных, самых распространенных элементах в нашей Вселенной. Ну вот такой факт, который показывает, что жизнь, она как бы вот, что это ее родина, это не, наверное, все-таки никакое-то постороннее чудо. Абиогенный синтез простой органики, как сегодня уже достаточно убедительно показано, возможен в нескольких таких естественных, высоковероятных природных обстановках. Во-первых, в протопланетном облаке показано, что происходит такой синтез, катализаторами там могут служить твердые частицы, содержащие железо, никель и кремний. Подтверждением этих процессов является то, что органику просто-напросто находят в метеоритах в больших количествах, и аминокислоты, и даже азотистые основания, другие соединения. Таким образом, молодая Земля могла иметь в своем составе достаточно большое количество органики уже с самого начала своего существования. Затем агигенный синтез органики мог продолжаться уже на Земле. Второй вариант такой природной обстановки, где возможен синтез органики, соответствует определенным, скажем так, вулканическим газом под действием электрических разрядов, молнии. Как было показано в знаменитом эксперименте Стэнли Миллера в 1953 году, в том же самом году, что и была открыта структура ДНК, был сделан вот этот важнейший шаг вперед. Ну, в те времена думали, что та смесь, которую Стэнли Миллер поместил в свою экспериментальную систему, она соответствует древней атмосфере Земли. Но сейчас понятно, что это не совсем так, что, скорее всего, в древней атмосфере Земли было много гликистого газа, а в аппарате Стэнли Миллера не было СО2. СО2 — это все-таки достаточно сильный окислитель, и если он присутствует, там все получается сложнее. Но тем не менее, то, что намешал Миллер в своей колбе, это соответствует некоторым типам вулканических газов, поэтому это не совсем какой-то уход от реальности. Ну, и даже с добавлением СО2 все равно можно получить синтез обеогенных органических соединений, но это несколько сложнее, требует дополнительных добавок. Далее, абиогеносинтез органики известен на сегодняшний день, что возможен в гидротермальных источниках различных типов. И кроме того, есть такие процессы, как абиогенный фотосинтез, то есть фиксация СО2 на поверхности частиц сульфида цинка при наличии ультрафиолетового излучения. И вот на основе подобных процессов разные группы исследователей предложили целый ряд моделей, которые в настоящее время конкурируют друг с другом, хотя, может быть, следует подумать о том, как бы им не конкурировать, а объединиться. Есть гидротермальные источники разных типов, есть так называемые черные курильщики на дне океана, есть белые курильщики, это очень горячие источники, очень разогретая вода, с кислой, с низким pH, там значит, в черных преобладают сульфиды железа, меди, никеля, и в такой обстановке может идти биогенный синтез органики, это показано экспериментально, на этом основана теория так называемого железного мира, белых курильщиков выбрасывается много сульфида цинка в частности и на этом основана модель цинкового мира, я конечно очень упрощаю сейчас в последующих лекциях другие докладчики разовьют эти модели гораздо более подробно, я делаю такой очень беглый обзор, поэтому вынужденно приходится все упрощать абиогенный фотосинтез на поверхности сульфида цинка идет под воздействием ультрафиолета, значит это все должно было происходить на мелководии, там куда проникает ультрафиолет, но там проблема в том, что чтобы такие поля сульфида цинка, которые образовывались на большой глубине под водой образовывались на мелководии, атмосферное давление должно было быть очень высоким, но какое было атмосферное давление на ранней Земле мы толком не знаем, но вот если модель цинкова мира верна, то она была высоким, все это предстоит еще узнать, есть и другие типы подводных гидротермальных источников, и соответственно другие группы моделей опиогенеза, которые привязаны к этим уже типам гидротермальных источников, источники типа Lost City затерянный город были относительно недавно найдены в середине Атлантического океана, там из недр земли поднимаются менее горячие гидротермальные воды, не кислые, а щелочные, и там мало металлов, поэтому дымок такой прозрачный образуется, мало суфидов, металлов, зато много молекулярного водорода, и у таких источников образуются пористые минеральные постройки, известковые, в которых много микрополостей, окруженных такими тоненькими стеночками, полупроницаемыми, эти микрополости близки по размеру к живым клеткам, и предполагают, что такие микрополости могли стать сместилищами первых живых систем. Значит, в такие источники помещают к колыбель жизни еще одна группа исследователей. Вот такая минеральная постройка около такого источника третьего типа в разрезе. Вот вы видите очень сложную внутреннюю структуру с множеством микрополостей. Предполагает, что такая вот штука могла быть отличным инкубатором для возникновения жизни. Как мудро заметил Евгений Кунин в своей замечательной новой книге «Логика случая», которая недавно была переведена на русский язык и издана. В моделях разных исследователей, которые связывают происхождение жизни с теми или иными типами луканических источников, достаточно много общего. Все эти модели предполагают, что жизнь зародилась в специфических местопитаниях, где были какие-то неорганические компартменты. то есть сначала роль оболочки для протоорганизмов играли не какие-то липидные мембраны, а стеночки минеральных микрополастей. И там могли накапливаться органические вещества. Тут очень важно, чтобы где-то компартментализация очень важна, чтобы можно было достичь достаточно высоких концентраций вот этой биогенной органики. Там присутствуют минеральные поверхности с какими-то каталитическими свойствами. И там, поскольку это источник, поскольку это все время некое вулканические, некий из недр какие-то растворы поступают и смешиваются с морской водой или там с водой каких-то содовых озер и так далее. Там существуют всегда энергетические химические градиенты, они постоянно поддерживаются. И вот на этих-то градиентах и могут идти реакции биогенного синтеза органики. И здесь приводится такой аргумент против теории первичного бульона, что в спокойном таком океане первичного бульона жизнь никогда бы не зародилась, потому что такой спокойный океан, в нем даже самая разная органика, он находится в состоянии термодинамического равновесия, и никаких интересных процессов там идти не будет никогда. Нужны именно градиенты энергетические, химические, температурные, PH, постоянно поддерживаемые, то есть такая неравновесная система. В целом на сегодняшний день понятно, что биогенным путем в правдоподобных тех или иных естественных обстановках могут синтезироваться разные простые органические соединения это и углеводороды, и ледегиды, спирты, карбоновые кислоты, различные сахара, аминокислоты и даже азотистые основания. Существует еще такая важная проблема избирательного синтеза именно нужных молекул и проблем их стабилизации. Дело в том, что в реакциях абиогенного синтеза органики, как правило, получается креатская смесь самых разных органических молекул, разные хиральности, с разным там сахара с разным количеством атомов глирода и в то время как жизнь основана только на узком ограниченном наборе таких молекул. Скажем, все аминокислоты, как вы знаете, входящий в состав белков, они левые, а сахара в составе нуклеиновых кислот все правы, как это объяснить, то есть можно ли подобрать такие условия для реакции абиогенного синтеза органики, чтобы получилась такая избирательность, чтобы синтезировалась не бешеная смесь всего на свете, а вот именно нужные для жизни молекулы, точнее те молекулы, которые и используются сегодня жизнью. И еще лет 10 назад эта проблема многим казалась очень сложной, очень неразрешимой, но с тех пор достигнуты большие успехи и найден целый ряд опять-таки вполне правдоподобных сценариев, ситуаций, каких-то добавок, которые позволяют сделать синтез органики более специфичным, более избирательным. На деталях не буду. Останавливаться целый ряд таких найденных катализаторов полны простых силикаты какие-то, алюмы-силикаты, бедроксиапатит. Вот когда добавляют в ту или иную реакционную смесь, то синтез тех или иных органических веществ вдруг как по мгновению волшебной палочки становится более избирательным, начинают синтезироваться только такие-то правые сахара и так далее. То есть это все можно, по-видимому, найти. Интересны также процессы уже относящиеся к следующему по-видимому этапу обеогенеза полимеризация мономеров. аминокислот, сахаров, нуклеотидов, которые могут идти на поверхности некоторых минералов, глинистых в том числе. В такой ситуации в некоторых случаях преимущественно соединяются мономеры одной фиральности. То есть получается некий отбор и происходит обогащение каким-то одним оптическим заменом. Кроме того, фиральное обогащение аминокислот может быть обеспечено фотохимическими процессами с участием поляризованного ультрафиолетового света. И поэтому, кстати, по-видимому, в силу особенностей ультрафиолетового излучения, которое в нашей Солнечной системе преобладает, в метеоритах обнаружены аминокислоты с заметным избытком л-изомеров, левых. Ультрафиолетов. Это был очень краткий поверхностный обзор проблемы обиогенного синтеза простой органики. Но что дальше? Дальше в учебниках в хороших научно-популярных книжках лет 10 назад писали обычно в этом месте про биогеохимические круговороты, про каталитические циклы, про то, на ранней земле какие-то вещества поступали из космоса в виде падающих метеоритов, комет, какие-то поступали из недр разного рода вулканической активности. Все это перемешивалось. Древняя гидросфера и атмосфера вступала в какие-то реакции. И что между этими реакциями происходило нечто подобное конкуренции за субстрат. И в этой конкуренции побеждали самые быстрые реакции. А самые быстрые реакции это те, которые имеют хорошие катализаторы. А в самом выигрышном положении оказались такие химические процессы, которые способны сами для себя производить катализаторы, то есть автокаталитические процессы. И дальше вот из таких автокаталитических реакций, каталитических циклов, гиперциклов вот дальше как-то предполагалось, что можно будет вывести жизнь. но в самых общих чертах эти рассуждения имеют смысл, но сегодня мы уже можем уверенно сказать, что именно это был за каталитический цикл, что это была за автокаталитическая реакция, которая лежала в основе жизни. А видимо это все-таки было что-то похожее на сообщество молекул РНК или каких-то близких к РНК полимеров, которые были способны катализировать синтез собственных копий, собственную репликацию. Теория РНК-мира, которая мне представляется, что это одно из самых блестящих достижений теоретической мысли в области биологии, химии. за последние лет пятьдесят. Логика идеи, изначальная логика идеи основана на следующих соображениях. Любой живой организм должен так или иначе справляться с двумя группами задачи, выполнять две основные функции. Во-первых, должно как-то осуществляться хранение, размножение и передача следующим поколениям наследственной информации. Во-вторых, должна совершаться активная работа по получению энергии, по синтезу необходимых молекул, по строению и поддержанию всех структур клетки, ну и добыча энергии для обеспечения всей этой работы. То есть наследственная информация и активная биохимическая работа. Жизнь основана на трех классах биополимеров. белки, ДНК и РНК. Белки выполняют практически всю работу, но они могут хранить наследственную информацию. ДНК хранит наследственную информацию, но не может выполнять практически никакой работы. А РНК в этой компании на первый взгляд выглядит вообще на самом деле если честно это третий лишний. почему бы нельзя было сделать клетку без использования РНК кажется, что это не так уж трудно. Почему бы не осуществлять трансляцию прямо с молекул ДНК а рибосоной сделать с белков? Почему бы нет? Ну вот сегодня мы знаем, что только РНК из этих трех классов биополимеров может выполнять обе ключевые функции живого организма в одиночку. То есть она может и катализировать реакции и хранить наследственную информацию. Пусть она делает то и другое хуже, чем специалисты белки и ДНК, но все же делает. И значит именно с нее, именно с РНК могла начаться жизнь. Именно эта молекула могла быть первой молекулой жизни. И надо сказать, что умные люди еще в конце 60-х годов это предположили. Фрэнсис Крик, Лесли Оргел и Карл Везет предполагали, что РНК была первой молекулой жизни. Но в то время они в свое время опередили. Это не было поддержано. Но только в середине 80-х, когда были открыты рибозимы, молекулы РНК с каталитической активностью, в частности была показана каталитическая функция рибосомной РНК, вот тогда и все эту идею быстренько приняли и стала развиваться теория РНК мира, согласно которой по древнейших форм жизни функции нынешних ДНК и белков в основном выполняли молекулы РНК. Это прекрасная идея. Даже если она в деталях и не точна, но надо уточнять, как все модели развиваются. Сначала общие принципы сформулировать нужно, а потом уже разбираться с деталями. Сейчас свойства РНК и Рибозимов активно исследуются и научились методам искусственной эволюции выводить Рибозимы с разными самыми свойствами. сейчас становится ясно, ну то есть нужно, понимаете, вот пространство всех возможных молекул РНК, всех возможных нуклеотидных последовательностей, оно громадно, оно необъятно. Методом случайного поиска его исследовать нельзя. нужно пытаться хотя бы приблизительно оценить, насколько велики в этой вселенной РНК те области, где находятся какие-то функциональные Рибозимы. И вот, по-видимому, в этой вселенной очень большие области заняты функциональными Рибозимами, которые умеют резать или сшивать молекулы нуклеиновых кислот, другие молекулы РНК или ДНК, то есть легазы и нуклеазы представлены там очень широко среди Рибозимов. Их легко вывести методом искусственной эволюции. Достаточно легко также вывести Рибозимы, которые обладают транспектидазной активностью, то есть присоединяют аминокислоты к другой аминокислоте. То есть это основа белкового синтеза. Достаточно легко выводятся разные оптомеры, то есть молекулы РНК, которые избирательно связываются с теми или иными определенными молекулами, подобно белковым рецепторам. Значительно труднее, но все же можно вывести катализаторы разных окислительно-восстановительных реакций из Рибозимов и ферменты, то есть Рибозимы с полимеральной активностью, которые бы катализировали репликацию нуклеиновых кислот. Но все же это тоже возможно и в этом направлении делается ученые добились больших успехов. Конечно же, у теории РНК мира куча проблем и нерешенных вопросов. Но здесь важна именно тенденция, тенденция, которая состоит в том, что белых пятен остается все меньше. И темп открытие вот там закрытие вот этих белых пятен он вполне такой обнадеживающий. Да, конечно, сейчас еще полно нерешенных вопросов, но надо смотреть именно на динамику. А динамика оптимистичная, по-моему, на мой взгляд, вполне такая оптимистичная. Вы знаете, что еще лет, может быть, 50 назад заниматься изучением происхождения жизни это было довольно смело. Это считалось уделом таких кабинетных ученых, вышедших на пенсию, стареньких, которые могут просто сидеть в кресле у камина и размышлять. И многие посмеивались над этим. Вот тут упоминалось про смелость Александра Ивановича Апарина, который в те времена, когда еще ничего вообще не было известно о клетке, о наследственности и так далее. Он выступал с этими идеями. Рассказывает, например, такой анекдот, про Тимофееву Рисовского, что якобы однажды Тимофею Рисовского спросили, что вы думаете о проблеме происхождения жизни? На что он ответил, ой, я тогда маленький был, не помню ничего. Вывод лучшего академика Апарина спросить. То есть отшутился и так в саркастической форме выразил свое скептическое отношение к возможности серьезно заниматься этой проблемой. И вот такие насмешечки были вполне в ходу, еще лет 50 назад, но это постепенно стало сходить на нет по мере развития эксперимента, методов изучения этой проблемы после экспериментов Миллера. В частности, вот эта наука о происхождении жизни, она уже на сегодняшний день уже совершенно не является уделом таких вот пожилых ученых в кресле у камина, а вполне серьезная и быстро развивающаяся наука. Вот так вот, проблемы теории Ранкомира. На паре примеров можно показать, как они решаются благополучно. Проблема, которая кажется поначалу многим неразрешимой. Проблема биогенного синтеза нуклеотина. Ну, было показано, что азоистые основания и рибоза по отдельности могут синтезироваться из простой органики в реалистичных условиях. Хорошо. Но вот объединяться вместе, то есть, чтобы рибоза соединилась с азоистым основанием, они не хотят. Точнее, два из четырех аденозимных синтезируются, хотя с низкой эффективностью, а значит, С и У, цистидин и уредин, не получаются совсем. И, кроме того, трудно получить рибозу и правильные используемые варанка азоисты основания в достаточно чистом виде. То есть, казалось, что здесь загвоздка. И вот в 2009 году группа британских химиков опубликовала статью с очень красивым, просто таким блистательным решением проблемы абиогенного синтеза рибонуклеотидов, ЦИУ. Здесь было в этой работе сразу несколько замечательных находок. В качестве исходных веществ были взяты простейшие органические соединения, которые встречаются в космосе, в метеоритах, которые могут синтезироваться в различных естественных обстановках, такие как цианат, стилин, реколь-альдегид, глицер-альдегид и цианамид. Значит, первая находка состояла в том, что они смешали все это вместе в кучу. То есть, как правило, изучая реакции абиогенного синтеза органики, по отдельности работали с простейшими углеводами, с простейшими азотистыми соединениями. Там огромная химическая комбинаторика получается в таких экспериментах и часто все заканчивается выпадением каких-то черных смолы, там, в которые уже ничего не разберешь. И очень много всяких ненужных органических веществ получается. И казалось, что если мы смешаем простейшие углеводы с простейшими азотистыми с ними в одно ведро сольем, то там вообще такой кошмар получится, что ничего не разберешь. оказалось нет. Оказалось, что если в это добавить еще немножко фосфорной кислоты в эту смесь, то как раз комбинаторика резко уменьшается и идет хороший выход тех продуктов, которые дальше хоть дальнейших реакций быстренько почти каким-то чудесным образом превращаются в рибонуклеотиды. там еще очень красиво побочные продукты ранних реакций этого процесса оказываются необходимыми катализаторами для поздних этапов этого процесса. И в итоге был получен рибонуклеотид С и оказалось, что если вот эту итоговую смесь облучить в ультрафиолетом, во-первых часть С превращается в У мы получаем второй пирамидиновый рибонуклеотид и кроме того все другие рибонуклеотиды пирамидиновые которые там получаются не только С и У но разные другие ненужные для построения РНК они разрушаются потому что оказалось, что именно С и У устойчивы к ультрафиолету и прекрасный результат который вообще наводит на мысли И в целом изящество вот этого открытого группы Сазерленда пути синтеза пирамидиновых рибонуклеотидов наводит ну по крайней мере мне так кажется на мысль что это они не придумали не подобрали вот искусственно какую-то искусственную ситуацию а они угадали они нашли тот способ которым это делалось в природе на самом деле и если так то следует ожидать новых открытий в этом направлении и действительно в 2011 году вышла тоже важная статья в которой был показан простой и красивый способ как в этой системе получить не просто рибонуклеотиды С и У а стереоспецифический синтез этих рибонуклеотидов получить то есть что там были правые сахара а не арицемическая смесь как в исходной реакции у Сазерленда было значит оказалось что если что для этого достаточно добавить туда аминокислоту пролин с преобладанием левого изомера а преобладание левого изомера оно я говорил что есть тоже реалистические пути получить хирально обогащенную аминокислоту в общем там тоже все очень красиво получается теперь я бы хотел сказать еще про роль ультрафиолета в процессах абиогенеза которая вот то тут то там всплывает вот в самых разных направлениях исследований то тут то там всплывает что вот ультрафиолет оказывается полезен оказывается какой-то спасительной такой деталью которая позволяет провести абиогенный синтез того что нужно во первых отбор стойких азотистых оснований из множества синтезированных в какой-то реакции добраств ультрафиолет позволяет осуществить отбор и как раз оказалось что рибонуклеотиды АГ ОИЦ обладают повышенной устойчивостью к ультрафиолету остальные разрушаются ультрафиолет также позволяет осуществлять отбор хирально чистых олигонуклеотидов это уже когда они полимеризуются например на какой-то минеральной матрице ультрафиолет осуществляет отбор хирально чистых олигонуклеотидов потому что олигонуклеотиды где в перемешку идут правые и левые нуклеотиды они менее устойчивы они разрушаются ультрафиолетом грубо говоря можно также использовать ультрафиолет для отбора длинных молекул РНК из смеси молекул разной длины ну и так далее абиогенный фотосинтез на сульфиде цинкопетике нам здесь нужен ультрафиолет хиральное обогащение аминокислоты я говорил что тоже поляризованный ультрафиолет здесь помогает в общем из всего этого складывается впечатление такое что по-видиму жизнь все-таки зародилась где-то на мелководье там куда ультрафиолет проникал и скорее всего по совокупности косвенных признаков это были какие-то континентальные гидротермальные водоемы может быть какие-то системы вулканических озер которые подпитывались источниками разного типа с разным там паш с разным ионным составом с разным содержанием металлов какая-то система вот таких сообщающихся вулканических озер могла бы стать таким биореактором для зарождения жизни то есть небольшие континентальные теплые водоемы и абиогеносинтез нуклеотидов открытый с Азерлендом и его коллегами как раз хорошо идет при таких температурах и по аж характерных для небольших континентальных водоемов и это приводит на память знаменитое письмо Дарвина своему другу Жозефу Хокеру в котором в письме Дарвин осторожно предположил что жизнь наверное могла бы самозародиться из неживой материи в каком-нибудь маленьком теплому пруду вот может быть что Дарвин и на этот раз оказался прав вообще обладал способностью приходить правильным выводом на основе неполных данных ну вот значит маленький теплый пруд другая проблема теория Ранкомира значит согласно многим имеющимся моделям ключевым компонентом Ранкомира были молекулы РНК с РНК полимеральной активностью то есть рибозимы РНК полимераза которые катализируют репликацию молекул РНК появление таких рибозимов обеспечило бы наследственность из старт-дарвиновской эволюции соответственно очень интересно понять а существует ли вообще где-то вот в этом гигантском пространстве возможных последовательностей возможных молекул РНК существуют ли там вообще принципы эффективные рибозимы РНК полимераза их ищут в современных организмах такие рибозимы отсутствуют очевидно если они были то они были вытеснены как и почти все другие рибозимы были вытеснены более эффективными белковыми ферментами но их пытаются получить искусственно сочетая разумное проектирование с искусственной эволюцией там много всяких технических проблем поначалу было но они постепенно успешно решаются и вот достижения и найдены действительно найдены рибозимы с РНК полимеразной активностью сначала это были не очень такие совсем скромные достижения были у этих рибозимов но от года в году их показатели улучшаются вплоть до 2011 года лучшие из вот этих искусно полученных рибозимов полимераз могли скопировать матрицу длиной до 15-20 нуклеотидов и далеко не всякую матрицу то есть она была эффективность этой репликации зависела от матрицы от последовательности нуклеотидов ну вот в 2011 году был сделан значительный шаг вперед были получены рибозимы с пониженной зависимостью от матрицы и рибозимы с повышенной эффективностью которые могут синтезировать более реплицировать более длинные матрицы я опущу технические подробности как это было сделано и был в итоге получен рибозим который способен копировать молекулы РНК длиной до 95 нуклеотидов и даже в порядке демонстрации возможности с помощью этого рибозима удалось размножить другой рибозим маленький но функциональный рибозим мини-хаймерхед который обладает определенной каталитической активностью он умеет разрезать определенные молекулы РНК в определенном месте вот значит 95 нуклеотидов и возможность копирования целых функциональных рибозимов процесс продолжается в 2013 году появилась статья с описанием дальнейших успехов на этом поприще теперь уже искусственные рибозимы реплицируют молекулы РНК длиной до 206 нуклеотидов таким образом вот в этой РНК вселенной уже найдены рибозимы РНК полимераза не очень хорошего качества пока нет рибозимов способных размножать сами себя и казалось бы это препятствие очень существенное то есть чтобы рибозимы молекулы РНК нужна более слуха в общем короче говоря там концы с концами не сходятся да вот такой рибозим с полимеразной активностью может самое большое рибозимы вот такую молекулу РНК чтобы сделать его более точным более мощным он должен стать еще больше тогда он сможет вот такую отреплицировать а вот чтобы сам себя размножить такого пока не найдено но по-видимому сейчас в общем становится ясно что это наверное и не обязательно потому что первым репликатором вряд ли был такой вот один эффективный рибозим РНК полимераза первым репликатором скорее всего было некое содружество некий симбиоз из нескольких рибозимов которые помогали друг другу размножаться при этом одни молекулы рибозимы полимераза могли размножать какие-то короткие молекулы РНК определенные а другие уже не с полимеразной активностью а с легазной активностью собирали из кусочков коротких более длинные молекулы в том числе копии самих себя и копии рибозимых полимераз вот такое сообщество сейчас кажется наверное самым вероятным типом первичного репликатора то есть по-видимому возможна система поэтапной взаимной репликации придется пропустить рибозимы легаза как мостик на пути к первому репликатору ну совершенно ясно что легирование сшивание коротких РНК в более длинные молекулы дается рибозимам вообще гораздо легче и лучше чем полимеризация чем репликация путем последовательного присоединения нуклеотидов рибозима легаза можно получить достаточно легко и в большом разнообразии просто из случайных и довольно коротких последовательностей нуклеотидов их даже можно найти случайным поиском в этом гигантском пространстве вселенной РНК и на этом основании разрабатываются модели в которых путь к эффективному рибозиму полимеразии идет через два промежуточных этапа первое это случайная полимеризация коротких РНК на генеральных матрицах я уже упоминал про это явление особенно хорошо показал себя такой глинистый минерал мариланид на нем удается синтезировать одноцепочечные РНК из активированных рибонуклеотидов длиной до 20 нуклеотидов или даже до 50 но это уже с разными хитростами дальше из вот этих случайно полимеризующихся молекул РНК коротких какая-то часть будет обладать телегазной активностью они будут сшивать более короткие молекулы ДНК в более длинные и такой синтез более сложных и больших молекул РНК идет до тех пор пока наконец не появится рибозим с РНК полимеразной активностью вот эту идею пытаются как-то развить теоретически и экспериментально практически работают с этим и уже удалось получить систему экспериментальную в которой происходит взаимное размножение двух рибозимов то есть получается такая квазиживая система почти что полноценный репликатор два рибозима в качестве пищи они используют олигонуклеотиды довольно большие куски РНК эти рибозимы это не полимераза это лебаза они собирают из фрагментов и вот вот схематическое изображение такой системы в качестве пищи используются четыре олигонуклеотида вот два розовеньких и два синеньких на этой схеме и синий ребозим вот этот сшивает из двух половинок другой ребозим розовенький а розовенький ребозим сшивает из двух этих кусочков синий ребозим и вот так розовый и синий ребозим друг друга могут собирать из кусочков фактически до бесконечности там там в недостаточном количестве поступления пищи, в геометрической прогрессии идет размножение, то есть вот такая квазиживая система, в которой даже может происходить нечто вроде Дарайновской эволюции и так далее. Там много всяких интересных подробностей, о которых у меня нет возможности подробно рассказать, но в целом, в заключении, что хотел бы подчеркнуть, что вообще говоря, получается, что все этапы в общих чертах уже расшифрованы, нащупаны пути решений. Значит, проблема абиогенного синтеза простой органики можно считать решена. Правдоподобный путь абиогенного синтеза рибонуклеотидов из простой органики найден. Показано, что рибозимы саранка полимеразной активностью в принципе существуют, что это возможно. Дальше показано, что пары рибозимов или газ могут размножать друг друга, используя олигонуклеотиды в качестве исходного субстрата. И таким образом, вообще говоря, получается, что весь путь от неорганических веществ до первого рибликатора, до сообщества рибозимов, размножающих друг друга и обладающих наследственностью и изменчивостью, весь этот путь в общих чертах тоже пройден. И осталось лишь доработать некоторые стыки, некоторые дырки, которые между блоками в этом гипотетическом пути остались. И в этом направлении исследования тоже продолжаются, и много интересных результатов получено. Ну а как только появляется нормальный репликатор, то стартует дарреновская эволюция. Мощная творческая сила, естественный природный процесс, который в состоянии совершенствовать биологические функции нам чуть ли не до бесконечности. И дальше уже понятно, что жизнь могла развиваться. Ну вот, наверное, на этом я закончу, потому что время у меня стекло. Спасибо за внимание. Время, строго говоря, и стекло. Ещё есть минут пять на вопросы и ответы. Так, вот ваш вопрос, пожалуйста. Есть одно обстоятельство, которое так намекает на то, что всё-таки она совсем не маленькая, а скорее даже близка к единице. Вот. И это обстоятельство в том, что по современным датировкам жизнь возникла довольно-таки быстро после того, как для этого появились возможности. То есть я имею в виду время от появления возможностей, но это, наверное, окончание последней тяжёлой метеоритной бомбардировки, как её называют. Вот. Когда более-менее температура устаканилась, а вода приняла жидкую форму. Вот. И до момента возникновения жизни там буквально одна-две сотни миллионов лет. Вот. Если бы событие возникновения было очень маловероятным, то оно с равной вероятностью могло бы произойти в течение... Вот. Так. Не понятно. Да. Как 4 миллиарда лет назад, так и 2,1 миллиарда. То есть оно было бы равномерно размазано по вот этим 4 миллиардам лет существования. Но нет. Оно помещено как раз в начало периода, когда оно могло произойти. И вот это чисто статистически намекает на то, что вероятность ближе к единице. Вот как-то мне так кажется. Спасибо. Ну вот, да, интересный аргумент. Можно об этом порассуждать. Я должен сказать, что я согласен. Я в своих первых слайдах не хотел сказать, что вероятность жизни я считаю очень-очень маленькой. Я говорил о том, что даже если эта вероятность очень-очень маленькая, все равно жизнь наверняка на одной планете-то возникнет в нашей Вселенной. Потому что Вселенная очень большая. Даже если, говорю. А какая она на самом деле, эта вероятность, очень может быть, что существенно выше, чем обычно думают. Так, ваш вопрос, пожалуйста. Спасибо за подробный доклад. Но все-таки у вас тема называется «Происхождение жизни». А вы весь доклад говорили о биологической части. Знаете, я попрошу, пожалуй... Все-таки жизнь начинается с... Одну секунду, поскольку у нас аудитория... Ну, я привык, что здесь сидят сотрудники института биохимии, я включил и совет, у всех знают лицо. Я попрошу всех задающих вопросов представляться. Представьтесь, пожалуйста. Хорошо. Андрей Иванов, инструктор Натского геохира. А, я рад с ним. Так вот, все-таки жизнь начинается. Вы рассказали о биологической части, очень подробно, спасибо. Но жизнь начинается с одной клетки. Если взять самую простейшую клетку, это миллион составных частей. Для этого нужны и ферменты. Вот, что вы думаете, если мы разберем простую, самую простейшую клетку, ну, хотя бы на тысячи частей, соберутся они самостоятельно? Или что, вот, по вашему мнению, должно их собрать, чтобы согласованно все эти части во время и в пространстве образовали одну клетку? Ведь этот момент происхождения жизни очень важен. Жизнь начинается с клетки все-таки. Вы говорили про биологическую часть. Что вы об этом думаете? Ну, во-первых, то, что я успел рассказать, это действительно только начало истории. У меня просто невозможно... Я даже не стал пытаться в часовую лекцию впихнуть все. Я говорил именно о первых этапах. Значит, если бы у меня было еще часа два-три, я бы кое-что рассказал о дальнейших предполагаемых этапах пути от первого репликатора к первой клетке. Но там тоже очень много всего интересного можно сказать. Разумеется, никогда не было этапа случайной сборки клетки из тысячи частей. Вот это то самое, что очень любят креационисты тыкать в качестве аргумента против эволюции, против фабиогенеза. Вот это вот метафора, которую астроном Фред Хойл однажды сказал, да, что вероятность, возникновение сложных форм жизни путем вот случайного объединения элементов, она такая же, как если бы торнадо, пройдясь по городской свалке, собрал бы из мусора самолет, боя. Это правильная метафора, но только вот куда ее прилагать. Не было такого никогда. Значит, я считаю, что возникновение жизни произошло гораздо, гораздо раньше, чем возникновение первой клетки. Первая клетка – это продукт долгой дарвиновской эволюции репликаторов. Сначала возникло что-то гораздо более простое, первые репликаторы. Дальше они эволюционировали постепенно на основе дарвиновского механизма с горизонтальным обменом, с симбиогенезом. Там много-много этапов было, скрытых от нас. Полинфологических следов они не оставили. И результатом этой длительной эволюции была уже первая клетка. Об этих этапах от репликатора до клетки можно долго говорить. Там много чего интересного есть, но я вот просто в этой лекции, да, действительно, эту тему не затронусь. Строго говоря, время исчерпано, но поскольку у нас как-то забуферено время кофебрейка, то еще вопрос. Представьте. Здравствуйте. Александр Владимирович Монченко из Института проблем передачи информации. Я бы хотел заметить сначала, что разговоры о вероятности такого рода в событии, как образование сложных, очень химических веществ, по сути, которыми в жизни являются, в силу комбинаторной сложности химии в целом, вот этих соединений сложных, по-моему, не считается вообще целесообразным и разумным оценивать вероятность, потому что вероятность все-таки это возможность вычислять среди пространства возможностей, которая, как-то у нас известно, ограничена, в то время как комбинаторная сложность всех возможных химических соединений, и не считая возможности развития путей этих соединений, просто выходит за границей вычислимости вообще, в принципе. Что об этом было думать? — Простите, я не совсем понял, в чем заключается ваш вопрос, но вот это как комментарий, что не имеет смысла говорить о вероятностях. Ну, я и не считаю, разговоры о вероятностях сейчас, ну, это не строгая наука, это просто я начал с этого в качестве некой разминки, в качестве просто некой интеллектуальной разминки, как-то прикрепили. — Так, ну, у меня, как у председателя, такое предложение. Давайте все-таки дальше перенесем дискуссию на, так сказать, за кофейный стол, на кофейные столы. И большое спасибо Александру Владимировичу.